Всем привет, друзья! С вами Дэмси. Как я уже написал в ВК, снимать ли мне Call of Duty? И вот, сказали, что давай. Правда, конечно, половина была против, сказали, что жди, пока у тебя комп будет хороший. Ну, в смысле, не хороший, а когда вообще комп справится, а то комп у меня там с жёстким диском проблемы, а там две винды стоит. И если я переустановлю, всё равно все программы собьются. Пока, либо я их не переустановлю, либо не починю винчестер или жёсткий диск. Поэтому, да, я буду играть в это, на ноутбуке. Ну, это старая игра, но легенда. К сожалению, я буду играть на уровне сложности новичок, потому что тут какой-то идиот сделал так, что когда я нажимаю новая игра, выбираю сложность, захожу и резко вылетает с какой-то непонятной ошибкой. Ну что ж, начинаем. Боже, это кошмар. У меня всё лагает постоянно, я уже фрапса начал записывать. Восхождение полосы препятствий. Прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Я уже прочёл, чувак. Фолли. Пулемётчик. Блин, как же классно. На фрапсе ничего не вылетает. О, слышь, чел пропал только что. Ладно. Это нормально. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Так, достаточно. И видишь, что цель отмечена, как пройденная. Открытие ворота. Открыл. Здравствуйте. А, здесь то же самое, что-то туплю вообще. По-жёсткому. Ну, 30 фпс держится. Это вам не бандикам. Да, ползу, ползу. Вот зачем стрелять в боевые патроны, когда устранить дефицит боевых патронов? Причём таких стать я не могу. Буду всё время лежать. Да-да-да, бегу. Придётся снимать фрапсом, друзья. Фрапсом, только фрапсом. Даже не бандикамом. Тож, поехали. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, и вытащив их из какого-нибудь другого оружия. Да я понял тебя. Подойди к ограждению и сделай шесть выстрелов по мишени. Окей. Точность будет зависеть от работы, сколько ты хочешь убежать прицел. Делай ещё шесть выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты будешь приобрести чтение, находясь в результате в состоянии... Отлично. Я про. Крыть. Я понял. А тут, видите, даже прицел немножко двигается. Это вообще реалистично было. Да? Тут хотя дача есть. Одновременно нести только два вида оружия. Давай, чувак. Я уже всё понял. Сделай несколько шагов, одновременно целись. Будешь двигаться. Будешь двигаться. Будешь двигаться. Будешь двигаться. Всё, я уже твою мишень разбил. В чём? В чём? Это называется рукопашная. Попробуй этот приём со своим Томпсоном. Ну, смотри, прикольно. Томпсон, так это ж американское оружие. Я ведь... Ну ладно, я типа американец. Хотя, по всей видимости, насколько мне кажется, американцы практически не участвовали. Они потом начали участвовать в войне. Не сразу. Ну, это понятно. Они не сразу начали участвовать, но... Тогда, когда уже СССР всё для этого сделало. Да чё такое? Я ж... Чё мне надо сделать? Поменяйте оружие, нападите. А! Класс. Ну, поменял оружие. Залипание. Нет, не включать залипание. Три выстрела? Отлично, переходим. Блин, как я так мог? И опять. Чё-то мне не везёт. Ай, ранил. Всё. Дай пройти. Да я понял. Всё, чувак. Я уже всё взорвал, можно сказать. Тут анимация. Прошли уровень. Превосходный уровень. Битва выигрывается посредством убийства и манёвров. Чем опытнее генерал, тем больше он вкладывает в манёвры. И меньше убийства требует. Уинстон Черчилл. Что же у нас дальше? У нас первая миссия! Первая, в смысле, нормальная миссия. Тренировка эта, я считаю, даже не миссия вовсе. Нажимаем огонь. Внимание, группа... Это не надо. Ну, если хотите, я могу это в следующий раз показать. Если такая возможность будет. 5 июня 1944 года, 18.00, Гринхам, Англия. Примерно через 3 часа я буду в Нормандии. Меня назначили одним из разведчиков. И я приземляюсь раньше главных воздушных сил. Разведчики приземляются раньше основных сил и устанавливают мои очки на посадочные площадки, по которым будут ориентироваться остальные пилоты и десантники. Начальство посылает воздушные силы первыми, с самого раннего утра, чтобы защитить фланги побережья Юги. Или, не, Юга. С первыми лучами солнца основные силы вторжения высаживаются на берег несколько недель. Ладно, понятно. Кто хочет, тот скажет, что нужно читать. Если нет, так нет. Как он ноги себе не сломал? Он мог разбиться вот так вот, просто взять и всё. Ну что ж, первая миссия, мы одни. Немцы. Хэдшот. Я ведь помню КС. Да, браток. Не учи меня, как нужно стрелять. Я это сам знаю. Жалко, что здесь нельзя ускоряться. Ну или можно, но это я, баран, не знаю. Чувак неудачно приземлился. Жалко. Такс. Там однозначно кто-то сейчас будет. Эм не щи бей кей зэй. Эм не щи бей кей зэй. Я ничего не понял, что он сказал, но это нормально. Ну давай, со снайперкой, где ты? Короче, достали. На пролом. А, я их уже убил. Что-то я медлительный какой-то. Ф-5. Мне нужно защищать это место. Превосходно. Тяжелая задача. Сейчас мы будем оборонять её так, как никогда. Ну давайте всё-таки вживаться в атмосферу. Мы всё-таки вторую мировую играем. Давайте вживаться в атмосферу. И, мол, типа, мы... Реально находимся. Хотя по графике не скажешь, но всё равно. Давайте представим. Это я, типа. Занять оборонительную позицию! Ложись! Братки, я атакую споржён-то. Нет-нет-нет! Стойте! Не то хотел сказать. Блин! Это плохо. Да что ж тут всё лагает? Он дохлый? Нет! Он всё время живой. Да что от тебя, пулемётчик? Почему я в тебя попасть не могу? Вот вообще ноль. Попадание в него. Отлично! Взрываете-то здание. Всё, можно пробиваться. Они там все должны были умереть. А, нет, не все. Где ты? Я тебя вижу. Я тебя не убил, да? Раз! Раз! А, отличный дом. Здорово! Ещё один. Нет. Да не ходите так, чтобы я вас убивал. Мне вы нужны. А то я помню, как я на миссиях сам ходил. Это так скучно было. Но из-за того, что их слишком много было. Да пошли вы со своими гранатами. Пекаль! Ой, стой! Пекаль! Пекаль он забил. Распрыг! И сзади. Ты не сможешь убить мой пекаль, который был называть Диггл. Кто там? Дайте я разберусь. Сейчас. Ладно, чисто тут, короче, ребят. Или нет? Или да? Не знаю, чисто там или нет. Но я пошёл. А! Так он прям за дверью был. F5. Буду всё время F5 нажимать. Пекаль! Потому что я хардкор. Всё, это весь уровень. Однажды учёный мозг создаст машину или силу, вселяющую настолько огромный абсолютный ужас, что даже тот боец, что несёт разрушение и смерть ради разрушений и смерти, придёт в смятение. И так навсегда прекратятся войны на земле. Томас А. Эдисон. Ну, не знаю, хотелось бы, чтобы у нас сбылось. Кажется, никому не удалось переземлиться там, где планировалось. Из своего подразделения я ещё никого не видел. Но, к счастью, мне удалось связаться с парнями из подразделения Бейкера. С нами также люди из подразделения знатоков, лис, псов. Какой-то бардак творится. Ладно, ребята, надо двигаться. По моей команде. Я двигаюсь. У меня есть только пеколь. Уничтожить самоход из нитки флаг Панцер. Осталось три. Всё так просто. Да, если бы не мины, конечно. Которые только что попал. Чёрт. На, 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 на. Там ещё один. Коровы, что ли? Дохлые коровы. Вроде как... Есть такая легенда, что доклые коровы привлекают мины. Точнее, они как-то там падают. Ща помогу, смотри. Пиколь. Пиколь. Кто вас поймает? Сейчас я с ними разберусь. Ну, спасибо. Кто ещё? Раз, 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 раз. Эй, так вы ещё и в нашей форме. А ты будешь у меня страдать. Нет, ты не будешь страдать. Это наш. Ой-ой-ой. Да, ну что ж у нас так много? Пулемётчика я вроде застрелил уже. Так, вариант есть, номер один. Самый верный. Пока. В руку. Его убили. Так, дайте сюда. Я сейчас закидаю гранатами, да и всё. Разберёмся с ними как есть. Всё, там все сдохнут сейчас. Видите, я зачистил территорию просто мастерски. Гранатами только я могу. Да кто тебя просил мне это делать? Кто? Я рискую своей жизнью. Ладно, давайте сживаться в рот персонажа. Это ведь так прикольно. На, урод. За родину. Ладно, буду прятаться, то есть буду укрыть эти... Кто же это? Он прямо здесь. Это же пулемётчик. Этого чувака убили. Ой, патроны закончились. Короче, дайте их выкупят туда. Ай, стой. Сейчас батя разберётся. Он жив? Вроде мёртв. Окей. Ай-яй-яй. Нет, ещё этот. Ой-ёй-ёй. Там мутит, конечно, жёстко. Конкуренция жёстко, да. Ой-ёй. Чисто. Ребятки, чисто можем идти. Ща-ща-ща. Да сейчас я всех расстрелял уже. Ой, там снайпер. Он сам упал. Удивительно. С пистолета? Придурок. Разобрался. Вот ещё одна. Ой. Вы это главное оживите, а то я не хочу вас потерять. Я видел там одного. Сейчас я их выкурю. Пока. Ой, кажется, прям под зобой взорвалась. Ща-ща-ща. Как по мне ещё ни разу не попали, интересно. Я тут так рискованно стою. На волосок от смерти всё время. Так, подбираемся, короче, и штурмуем. Двоих замочили. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй. Вот надо смотреть в стороны. где моя аптечка он не расстрелял уже так все сейчас взорву это не граната это взрывчатка чувак ну идем куда там идти сюда да да ой ой там снайпер капец чисто 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 аптечки ща ребятки это не нравится они везде там еще и пулеметчик это засел вот мне больше всего нравится первая часть ладьюти потому что она легенда я не попал ли он не попал чисто вроде что у нас тут что у нас тут сори пулеметчик да детка того сейчас я им гранату кину они успокоятся я хочу чтобы здесь был резерв я хочу чтобы здесь был резерв зачистка возьми этот сектор под контроль не нравится мне это один я наверно буду удерживать а не вы так я понюхал уже я так что сколько убил их стойте на посту и не забывайте о своих товарищах а